Категория детский хор. Номинация «Современная музыка». Хор-традиция. МПУ ДО «Птищинская детская музыкальная школа». Анна Евстахева. Богородицы Девы. Галина Зайцева. Хоровые вариации на тему русской народной песни «Пёрышко». Екатерина Чернышева. Василий Балушкин. «Рождество». Руководитель Ирина Чернецкая. Концертмейстер именно Вайс. Богородицы Девы радуйся. Богородицы Девы радуйся. Конкурс «Хоровая Казань-2018» собрал 23 сильнейших хоровых коллектива со всей России. Показать свои таланты высокому жюри приехали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Новосибирска и Мытищ. Хор «Традиция» участвовал в двух номинациях – академический хор и современная музыка. Такие разные направления – новая конкурсная площадка, высокая жюри – ничего не помешало коллективу заявить о себе на всю страну. Такого итога не ожидал никто, но стремились музыканты только к победе. Когда был круглый стол, мы не знали результатов конкурса. Совсем не знали. То представитель жюри, профессор Казанской консерватории Лукьянов, заведующий катерой хорового дирижирования, он сказал, что вот раньше пели, учились, потом пели все одинаково, а теперь стали петь регионы, все зазвучали своими голосами. И вот мы услышали, как звучит Новосибирск. Они часто работают по гемельянской системе грудными голосами. А потом он сказал, ну мы услышали, как звучат мытищи. Мытищи звучали так, что стали победителями несколько раз. В категории детский хор, в номинации современная музыка, а затем последовала главная победа вечера – гран-при. Очень громкие визги, и дети заполняют пространство передо мной. А представитель комитета говорит, что вот два года у нас как не было такого, что мы присуждали гран-при, но в этом году количество баллов одного из коллективов, которые набрали, помогло стать им абсолютным победителем нашего конкурса. И что нам присуждают награду гран-при – сертификатом бесплатного участия в следующем мероприятии, который будет проводиться. Музыканты говорят, помогло многое. Атмосфера Казани, море новых друзей, зал с уникальными акустическими свойствами. Но все же основная причина такого успеха – это взаимопонимание в коллективе. Хор-традиция – это крепкая музыкальная семья. Матищинские музыканты удивляли на конкурсе не только разнообразным сложным репертуаром, но и своей красотой. Колорит коллектива – еще одна немаловажная деталь. Главное пожелание жюри – больше улыбаться. Заниматься хоровым искусством продолжают даже выпускницы музыкальной школы. Многие из них уже определились с будущей профессией. Я хочу поступать на актерское мастерство. Я планирую поступать в техническое заведение. Я сейчас в восьмом классе в обычной школе. После окончания школы я планирую поступать в Пушкинское училище по классу фортепиано. Я сейчас в девятом классе. После хочу поступить в училище имени Гнесиных. Потом, конечно же, хочу продолжить в консерваторию. Очень приятно, что нас оценили. Ну, правда. Нас ждут великие дела. Но наслаждаться победой некогда. Впереди большие планы. В июле коллектив Мутищинской музыкальной школы будет представлять честь нашего округа на международной арене в Италии. Победителей хорового чемпионата 2014 года это не пугает, но подготовка займет много времени и сил. Хор «Традиция», следуя своим традициям, уже начал репетировать выступления. Участники уверены, результаты превзойдут все ожидания. Очевидно, в 2018 им предстоит пережить еще много побед. Если бы не Ирина Альфредовна, я думаю, мы бы здесь не сидели. Она привнесла в нашу жизнь что-то такое, чего нету в обычной повседневной жизни, чего нету в школе. Все-таки мы с ними как семья. Анна Раченкова, Денис Корнев, информационная программа «День». Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok